Музыка Юрий Клепан, директор фирмы КП «Кросток», который сейчас вантаивает данный состав с лесом, с обработанными пиломатериалами и кругляк. Значит, у нас есть подозрение, что этот лес вывозят незаконным шляхом за кордон. И не ясно, каким шляхом он еще даже сейчас и сюда попал. Отбывается загрузка за допомогою фискасов. Вы, когда предприниматели собирались, до кого вы подходили решать эти вопросы? В администрацию. В администрацию. Губернатор новый. До нового губернатора. Подходили, решали это вопрос. Да, да, да. И решали это вопрос. Он это знает, в курсе. Значит, вопрос, какое именно решалось? Решалось, что вывозите кругляк. И так, расскажу все от начала. Как это все началось и куда вы выходили? Питание в том, что кругляк отправляются из Бергамета, Вижненского района. Грубый, 25 и выше. Все Лизосы отправляют, Путильский, Сторжанецкий. Все стараются отправлять какие-то необходимые кругляки. Тонкомир, дрова, чтобы предпринимателям давать лес. Лизос Бергаметский отправляет весь лес круглый. В том числе и ПП Корпан. Кросток. Фирма. ПП Корпант там, фирма Кросток. Теперь его нового, не знаю. Но он отправлял долгое время, все за границей, лес. И у нас заборонили лес в 2000 году. Никто не мог править работу с предпринимателем. Он один отправлял. И есть информация, что он отправлял через Януковича. То есть Янукович давил на коридор, куда можно толкать лес. Да, это такая информация. И уже уточнили. Значит, лес, где он брался? А в лесе прямой указ был. Это может даже подтвердить директор лесгоспа теперешний, что пока еще есть Ракевич. Что есть Ракевич, да. Что прямой приказ был из Киева. И из Киева шла начальник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова